народ всем привет в этом видео я хочу вам рассказать про gps маячок который установлен на мой квадрокоптер вещь очень нужная в том плане что если вы где-то упали вне поле своей видимости достаточно далеко от себя в километре там в двух в трех это вещица очень сильно облегчит вам поиски своей игрушки вообще можно его использовать еще и для машины и для домашних животных там в кошелек куда угодно вещь очень полезная и нужная вот про нее сегодня расскажу вот так вот он на две стяжечки аккуратненько закреплен у меня на тушке на летучке крепил так чтобы можно было в него и сим-карту и снять и поставить ставится она вот сюда отгибается часть термоусадки когда здесь стоит сим-карта я всегда вот тут изолентой проклеиваю чтобы можно было его зарядить вот здесь у него порт зарядки по микро юсб в этой штучке своя батарейка на полностью автономно и здесь же у нас кнопка вот тут вот нажимаем кнопочку вот здесь она находится она под термоусадка она чувствуется на ощупь и эта вещь включается и работает чтобы эта штука работала достаточно у нее всего лишь поставить сим-карту вот мы ее уже установили зажать кнопку включения подержать все несколько секунд и вот здесь будет видно как у нас там начнут моргать светодиоды красный желтый и синий вот как видите светодиодики внутри начинают моргать красное питание синий это поиск gps вот отсюда желтый не видно желтый это мобильная связь но он вот при таком ракурсе немножко видно он там тоже моргает один из самых важных моментов им для нашего воздушного хобби это вес этой штуки а весит она 18 грамм на долголет который весит 450 грамм в принципе это сильно не влияет но если у вас какой-то маленький лупчик то 18 грамм может конечно для вас быть достаточно много хотя это одна из самых маленьких моделей gps маячков которые нужны именно вот для этих целей модель ты ты есть еще модель t7 но там больше батареи и весит уже по-моему порядка 30 грамм для наших целей это очень много батарейку этого маячка 400 миллиампер когда в нем стоит сим-карта и он передает данные по gps причем настроена не таким образом что он передает данные каждую минуту я проверял тестировал батареи на 400 миллиампер хватает буквально на 78 часов поэтому если вы где-то в поле далеко от себя брякнулись лучше сразу идти его искать потому что за 7 за 8 часов он сядет и это при комнатной температуре при более низких температурах его хватит но гораздо меньше хотя на сайте производитель заявляет что он там чуть ли не неделю работает автономно нет неделю он не работает от 5 до 8 часов что касается настройки то тут все достаточно просто с самим маячком в комплекте идет вот такая вот инструкция на всем известном китайском языке шучу с обратной стороны слава богу есть и английский перевод и настраивается все достаточно просто по этому qr-коду мы скачиваем приложение которое нам нужно это вот этот 365 gps логин нашего маячка это его и мы и указан на наклеечки на самом маячке либо когда вы вставите в него сим-карту и пошлются на него команду и мы то он вернется вам и смс и стандартный пароль 1 2 3 4 5 6 несколько очень важных моментов по работе самого маячка маячок работает только с 2g сетью имейте ввиду сим-карту в него надо вставлять именно того оператора который поддерживает 2g 3g он не работает сим-карты надо обязательно убрать пин-код если вы вставите в него симку с пин-кодом работать она не будет ну а дальше все просто вставляем сим-карту скачиваем приложение заходим в него вводим логин и пароль и можно даже толком не заморачиваться больше с настройками базовый функционал он выполняет сразу сразу из коробки он передает свое местоположение свои координаты непосредственно на телефон будет выглядеть приложение вот так вот здесь будет местность google карта и . отмечено где находится ваш маячок в инструкции указано достаточно большое количество команд которые можно использовать настройки данного прибора но нас в основном интересует только парочку первое это имей если у вас отвалилась наклейка то вставляйте сим-карту посылайте на него смс-ку с командой имей и решеточкой и он приходит к вам обратно ответом смс-кой также очень полезные команды будут вот это вот либо time решетка минут либо md решетка секунд это показывает через сколько секунд либо через сколько минут он будет пересылать координаты и если у вас не работает интернет координаты в приложении он шлет именно через интернет то вам нужно послать вот такую команду apn потом вместо слова параметр apn вашего мобильной сети и если там присутствует имя пользователя и пароль то имя пользователя и пароль все делается через эту решетку если имя пользователя и пароля там нету то пишем просто apn решетка и ваш apn мобильной сети ну допустим в интересе это apn решетка мтс и все и интернет работает еще стоит обратить внимание на команду три девяточки если у вас не приходит координаты в приложении то проверить работает сам маячок или нет вы посылаете на него с мачкой 3 девяточки и он отвечает вам sns sms к и с gps координатами но по термоусадкой мы можем увидеть вот будет находиться вот такая вот платка в которую вставляется сим-карта это модуль zx 612 один из самых удачных модулей именно для таких маленьких gps маячков модуль совсем маленький он 35 миллиметров на 20 и примерно на 3 или 2 миллиметра толщиной все остальное занимает батарея вот его внутрянка как все это дело расположено как видите кнопочка по центру сверху диодики снизу ставится сим-карта там где диоды со стороны диодов будет припаян микро юсб для зарядки он именно там такой отдельный модуль маленький он заряжает батарею который также припаяна к этому модулю бывает он разных разновидностей t3 маленький t7 побольше но для летучих лучше брать t3 и по техническим характеристикам видно что он работает с lbs с вышками работает с gps работает с gps да и в принципе все на сегодняшний день этих модулей продается достаточно большое количество разных и самый продвинутый из них на сегодняшний день это модуль zx 303 он уже имеет работать и с bds это китайские спутники и с вайфаем если рядом находится вайфай он будет цепляться за него и показывать помимо местоположения ну и конечно же также lbs и gps по моему уже даже на сегодняшний день этот продавец модулей на платах zx 612 уже не продает по моему везде пихают этот самый продвинутый zx 303 но это неточно лучше смотрите у каждого продавца в описании так что вот такая вот полезная штуковина дорогие друзья если где-то далеко мы от себя лясь ним ся я думаю мы всегда сможем свою игрушку найти потому что там где мы летаем слава богу присутствует мобильная связь и свои координаты по gps он всегда сможет передать ну кому понравилось или было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывать в описании смотрите наши другие видео всем пока а